Всем привет! Меня зовут Альфия и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить покупкам или тому, что можно купить в Эквадоре на 5 долларов. Подробное видео о покупках и ценах я уже снимала, поэтому если вам интересно, ссылочку я оставлю, можете посмотреть. Сегодня же я расскажу немножко о том, что можно купить в эквиваленте, если переводить на рубли, то получается примерно 300 рублей, может быть чуть больше. Так что посмотрим. Здесь вы уже можете разглядеть, что продаются продукты в Эквадоре вот в таких вот полатиленовых пакетиках, либо в сеточке. Конечно, если вы пойдете в супермаркет, то упаковка будет другая, либо вы сами в мешочек кладете, либо что-то там будет по-другому. Это я купила на улице. На улице можно покупать как на светофорах, так и, например, здесь у нас недалеко есть супермаркеты. На улице, около супермаркета, на входе продаются овощи и фрукты. Вот. И давайте посмотрим. Первое, о чем я хочу рассказать, это помидоры. Помидоры стоят 1 доллар, и здесь всего их 10. Так что продаются здесь в основном продукты поштучно. Дальше это лук, тоже 1 доллар. Здесь еще перчик. Столько перца я обычно сама, конечно, долго кушаю, поэтому, скорее всего, я его порежу, заморожу и уберу. И мне его хватит на очень долгое время. Тоже 1 доллар. Здесь лимоны. Это лаймы. Никогда еще не покупала желтые. Наверное, это спелые лаймы, даже если честно не знаю. Обычно покупаю зеленые. Вот сегодня решила попробовать. Тоже все это на 1 доллар. Если честно, не считала, сколько всего здесь. Можно увидеть, что количество довольно-таки немалое. И дальше я купила морковь. Морковь я купила на 50 центов. Если перевести в рубли, то, наверное, это 30 с чем-то рублей получится. И на 50 центов купила вот такой вот большой авокадо. Он круглый. Это особый какой-то сорт. Очень вкусный и мясистый. Он уже, если честно, чуть-чуть мягковат. То есть готов к употреблению. Его можно кушать прямо сейчас. Вообще, можно найти предложение 3 таких авокадо за 1 доллар. Но я не очень люблю торговаться. Поэтому мне цену сказали. И за такую цену я его и приобрела. И плюс ко всему прочему, мне положили 2 еще лайма. Называется это здесь Япа или подарочек. Не знаю даже, как перевести правильно на русский язык. Но если вы ходите на рынок или покупаете что-то на улице, то смело можете ее попросить. Я не просила. Женщина, которая мне продавала, за то, что я купила у нее довольно-таки много, она сама мне предложила и закинула мне в пакет. Так что, если вы захотите, то можете попросить. Видите, на рынке обычно все просят. То есть покупаете лук и говорите Япа, пор фавор. И вам положат, например, еще 2 луковички в подарок или 2 помидорки и так далее. Вот такое вот получилось коротенькое видео. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Это не самый большой вариант или самое большое разнообразие того, что можно купить на 5 долларов. Просто я купила то, что мне необходимо и решила с вами поделиться тем, как живет здесь народ, за какие цены покупают овощи и фрукты и как это все выглядит. Надеюсь, вам понравилось. До следующего видео. Пока-пока. Чао-чао.